Жители Канска жалуются на брёвна и мусор под мостом к острову Старикова. Какое решение проблемы предлагают в администрации города? Вот эта куча образовалась, конечно, во время паводка. Её пыталось сначала как-то течением туда угнать, но потом в результате всё застопорилось. Мне кажется, наводнение даже от этого было круче. Игра чтения и изучения иностранных языков. Развивающую программу для детей подготовили в Железногорской библиотеке. Мы сейчас клеим цветочки из салфеток. И это сложно. Там приклеивать надо комочки салфеток, а ко мне всё липнет. Кулинарные шедевры от лучших поваров города. В Лиссасибирске впервые прошёл фестиваль еды «Ресторанный день». Это очень необычно. Для нашего города это первый раз происходит. И очень интересно. И вкусно. Мужчины выходили с баграми, вытаскивали. Ну, столько не было. Столько не было, как сейчас. Там два-три бревна, может, пять было. А сейчас-то посмотрите, сколько скопилось. Наталья дежурная по дачам не только следит, кто проезжает на остров через мост, но и наблюдает, что творится под ним. Женщина уже много лет проводит здесь каждое лето, но такого ещё не видела. Протока полностью забита брёвнами и мусором. После наводнения сюда прибило даже сток сена. При этом свалка продолжает расти. Этим обеспокоены все дачники. Вот скотина дохлая была. МЧСники её вытащили с телёнком. И всё, на этом остановилось. Дачники только, когда нужно лезть, они подпиливают себе. Ещё частично уничтожают это всё. Это было бы больше ещё, да? Конечно. Где лесенки мужчины делали себе. Ну, это же вот где-то было в устье Кана. И всё это снесло, когда вода поднялась. В том году, когда вода поднялась, это всё частично снесло. А нынче добавилось. Вода падает и всё это вылазит. Дачники уверены, образовавшийся затор усугубил ситуацию и во время затопления. Они уже высказывали свои предложения по укреплению дамбы. Вот эта куча образовалась, конечно, во время паводка. И её пыталась сначала как-то течением туда угнать, но потом в результате всё застоприлось. Мне кажется, наводнение даже от этого было круче. Из-за того, что здесь вот эта вот куча дерева непонятного. Раньше здесь народ купался, и рыбу тут ловили. Сейчас ничего подобного нет, естественно. Но всё из-за вот этой кучи грязи, я не знаю. Это ужас какой-то, что у нас творится в Канске. Дачники и сами бы рады расчистить затор, но специальной техники у них нет. Все брёвна выловить из воды самостоятельно нереально. Но и спокойно смотреть на то, как захламляется некогда запобедное место, люди не могут. Вам бы, если сказали, вы бы присоединились. Ну, конечно. Помощь бы все пошли, потому что в следующий раз сможет им мост нести, а нам на дачу ездить. В местной мэрии ситуацию официально не прокомментировали, но пояснили механизм действия в подобных случаях. Так как река имеет статус федерального значения, то и деньги на расчистку может выделить только государство. Для этого дачникам необходимо написать заявление в Каннскую администрацию. После этого представители власти инициируют обращение к вышестоящим чиновникам. Но всё это может затянуться на неопределённое время. Поэтому пока ситуация не достигла критической, дачникам острова Старикова советуют организовать собрание и объединиться на решение проблемы своими силами. Енисейские казаки отправились в памятный поход. Отец и сын Сергей и Андрей Дубовские решили доставить свой город из села Маковская реликвию – капсулу с землёй. Пройдя этим маршрутом, побывать в местах первопроходцев и почувствовать на себе, что испытали наши предки четыре века назад. Своё путешествие посвятили 400-летию Енисейска. «Первопроходцы шли через Маковскую Енисею. Сначала они дошли до Маковского, потом перевалили водораздел реки Аби, попали в реки Енисея. Наш маршрут будет проходить с Маковского до Чалбышева. Это 80 километров по тайге пешком. Дорога на отдельных участках, на современных картах не отмечена». Чтобы сэкономить время и силы от Чалбышева до деревни Малобелой, казаки проедут на машинах. Вернуться планируют ко дню рождения города. В Канске на один уютный уголок стало больше. Ребята из детского дома своими руками сделали и установили цветочную клумбу на территории библиотеки имени Кисловского. Этот сквер выбрали не случайно. По их мнению, территория нуждается в ярких красках и таком благоустройстве. Ребята сами занимались чертежами, выпиливали деревянную основу клумбы и делали отверстия для вазонов. Покрывали конструкции лаком и красили. Высаживали саженцы. Цветник сделали мобильным, чтобы его можно было выставлять на лето и убирать с наступлением холодов. Идею удалось воплотить в жизнь благодаря участию во всероссийском проекте «Живем по-настоящему». Стартовал он в 2018 году. Итоги подвели на конференции в Москве. Нас исправили командой в составе шести человек. И наша задача была придумать социальный проект, то есть во благо города. Мы решили обустроить сквер. И у нас был большой размах. То есть не только вот эта одна клумба-палитра. Там были и скамейки, книжная лавка и много арт-объектов. В дальнейшем мы развивали проект и решили, остановились на том, что мы будем клумбу обогораживать. 10 августа в Минусинске состоится спортивный праздник, посвященный Всероссийскому дню физкультурника. Основные мероприятия организуют на двух площадках. На стадионе «Строитель» пройдут соревнования по гимнастике на фитболах, стритболу, минифутболу и шашкам. А на территории 12-й школы состязание по пляжному волейболу. Торжественное открытие запланировано на 10 часов утра. Регистрация участников начнется за час до мероприятия. Смех, облако из мыльных пузырей, свежий воздух и друзья. Так проходят каникулы маленьких железногорцев в библиотеке Гайдара. Здесь в середине июля открылась группа дневного пребывания. Каждую минуту происходят какие-то события. Сегодня в гости к ребятам пришли укротители мыльных пузырей. Интересно, каждый день мы не можем, у нас нет времени, чтобы просто посидеть на месте. Мы вечно где-то сидим, что-то слушаем, где-то ходим. Мы читали о животных, как они могут разговаривать в деревне. Мы читаем, играем и делаем лет-бук. Мы сейчас клеим цветочки из салфеток. И это сложно, там приклеивать надо комочки салфеток, как ко мне все липнет. Летний отдых в библиотеке Гайдара проходит под девизом «Деревенские каникулы». Каждый день с детьми изучают мир животных, сельскую жизнь проводят конкурсы и викторины. Занимаются творчеством. Формы работы у нас абсолютно разные. В основном игровые. Это игрочтение, квесты, литературные игры. Дело в том, что каждый год летом мы наблюдали такую ситуацию. У нас постоянно находились дети, которым некуда было в принципе себя определить. Они у нас, некоторые приходили с утра и были до вечера. И мы решили в прошлом году написать такой проект на группу дневного пребывания. У нас все получилось. Каждый лэпбук – авторское изобретение. Дети делают мини-развивающие книжки. Видите, как здесь есть загадки. Загадки о фруктах. Сами фрукты ребята прикрепили. Озеро, вот здесь будут рыбки плавать. И загадки про рыбки. В таких конвертах, видите, здесь детеныши животных. Здесь будет еще что-то, какое-то наполнение. Что за фрукт? На вкус хорош и на лампочку похож. Бок зеленый, солнце мглеет. Он желтеет и краснеет. Скажи, для кого ты этот лэпбук делаешь? Я принесу потом его в школу и покажу детям. Идея открыть группу дневного пребывания на лето возникла еще в прошлом году. Тогда эксперимент удался. Дети знакомятся с английским, китайскими языками. Говорят о правильном питании со специалистами КБ-51. Изучают правила дорожного движения и многое другое. За два месяца библиотека проведет четыре смены. Здесь отдохнут 60 человек. Ресторанный день – это день, когда любой повар-энтузиаст может открыть свой ресторанчик. Здесь также могут участвовать и действующие заведения города. Лучшие повара и бариста вышли на набережную в Южной части и представили всем желающим свои кулинарные изыски. Ресторанный день – это международное мероприятие, которое проходит во многих странах мира. На данный момент оно очень популярно в культурной столице нашего государства, в Петербурге. По своей популярности Петербург занимает второе место. Также в городе Красноярске проходят похожие мероприятия, похожего стиля. Называется оно «Рестадей». Мы посмотрели на реализацию их мероприятия, подумали, что оно прошло очень круто и неплохо было бы провести данное мероприятие и у нас. В этот день, несмотря на жаркую погоду, собралось немалое количество лесосибирцев, желающих отведать самые разные блюда. Здесь была домашняя выпечка, европейская кухня и национальная киргизская кухня. Освежиться и сбодриться жителям помогали кофе, леденящие, фруктовые и молочные коктейли. И, конечно же, не обошлось в этот яркий день без вкусного мороженого. Музыка прекрасная, люди довольны и счастливы. Пока настроение хорошее. Посмотрим, что будет дальше. Мне очень интересно обращать вкусняшими клинчиками, тарталетками с креветками и сыром и палдусом с овощами на гриле. На фестивале еды совместилось многообразие видов искусства, начиная с кулинарного, заканчивая творческим. В этот день для маленьких гостей фестиваля работали развлекательные площадки. Малыши могли порезвиться на батуте, дети постарше посвятили себя художественному искусству. Мы придумали мастер-класс «У лета арбузный вкус». Вот сзади меня проходит как раз сейчас этот мастер-класс, где ребята акварельными красками в технике по-сырому рисуют натюрморт, арбуз. Мероприятие проходило 4 часа. За все это время гости ресторанного дня наблюдали выступления творческих коллективов города и наслаждались живой музыкой от лесосибирской кавер-группы «Трамплин», подпевая знакомый на мотив песни. Сытые люди, счастливые люди. А с музыкой так подавно, рассказывают нам гости. Плохая, я считаю, идея, потому что некоторые блюда лично я видела сегодня впервые. Это очень необычно для нашего города, это первый раз происходит. И очень интересно, и вкусно. Еда, хорошие люди и музыка. Ресторанный день хоть и прошел впервые, но понравился многим жителям города. Здесь можно было не только насладиться вкусными блюдами, но и весело провести летний выходной день в кругу своей семьи и друзей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова